привет тема 7 утра сейчас я уже встала чтобы позаниматься потому что если я утром не позанимаюсь все то целый день обязательно чем-нибудь но мы так потом сейчас это вот делаю потом позанимаюсь потом и делаю и никогда не хватает времени я заметила если утром я не выполню сразу с утра как просну тренировочку никакого потом спорта так что каникулы сейчас не каникулы варечка спит еще я пойду позанимаюсь и с чистой совестью супругим почти тела ворвусь в этот новый день пока мама занималась ребенок самостоятельно проснулся нашел все сам да и покушать тебе взял смотри что-то уже хромой и телефон включил дома и сладкий мама занималась вот ты хочешь ты хочешь кушать пошли пошли буду греть тебя какой самостоятельный сын горжусь воспитала такого ребенка а ну давай вот это ты хочешь опять рис да будем кушать и подливку рис и подливку хорошо и вот это да сейчас все мама теперь сделает мама уже вернулась в семью сейчас все будет тебе давать я уже показывала кофе много-много-много раз но все равно спрашивают люди лиля это для тебя еще конкретно вот такая турка сколько здесь объем я не знаю наверное приличный так куда 300 может даже 400 не знаю сколько здесь в общем я кладу кладу не ложу как меня поправляю а кладу вот такую ложку с горой и наливаю половину водички видите вот так вот налила воды и сейчас буду варить масло ну вот половина от этого это сколько я думаю грамм 50 наверно 5 это ж только я на глаз так у меня всегда масло в морозильной камере тогда и пенка лучше получается и так хранится лучше в общем вот вот столько к такое количество я положу на такое количество воды все блендером сбили видите какая пенка очень хорошая все пьете наслаждайтесь божьи ручки трусятся после спорта о ничего все во благо все во благо мы на голову шампунь помните показывала покупала вот такой запах волшебный такое зеленое яблочко прям пахучая 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 очень пахучая так что если что рекомендую ну мой как обычно грязь мыло и хорошо а запах волшебный ну я видите ой показывала уже это седина сильно прям вообще ужас его до прыщи вылез вдруг мы уехал на несколько дней с детьми повез детей в отпуск ну сейчас за каникулы и а тут германии с этим не вот что нравится что здесь ответственность родителей распределяется вот прям пополам и он как ответственный папа естественно там дни свои когда он детей забирает мне двое деток и в общем уеха сейчас приедет скоро вот а тут подруга из ауздер украина седая с прыщами ну не знаю буду ссылаться на переходный возраст у меня сейчас переходный возраст у меня по гороскопу сейчас трансформация происходит вернее заканчивается скоро буду прям вообще измененная полностью как внутри так и внешне так ладно поболтала как обычно по намолола всякой херни будут сушить волосы и надо ехать уже за продуктами готовить кушать да а что готовить я еще даже не придумала ну точно что-то такое не очень потому что я уже вот как в украине мы раньше знаете вот эти вот сто тридцать восемь салатов мимозы там вот это вот оливье такого уже слава богу пожив германии фух нет три блюда мясной а горячая салат стекла Телефон включенный, поэтому нет музыки. Сейчас я вам запишу чуть-чуть видео и опять включу себе песни. И буду тут горланий петь. Обожаю, вообще обожаю. У меня сегодня, кстати, в планах напиться и поорать песни. Ой, давно я этого уже не делала. Да? Так что, одежда Ивановна, попрошу ее на сватиком поночовать. А я иду в отриб сегодня. Буду спевать Мирзая, Натян Ленджи. Ой, мне все любят спевать. Ты, моя ветрила, музыка моя. Не вагоні крила підіймають в небо. Меловин. Кто знает Меловина? Я люблю Меловина. Такий гарний спевак. Он, правда, два года назад объявил о том, что он бисексуал. И на него, конечно, немножечко набросились из-за этого. Но меня лично его сексуальная жизнь не интересует. Я вообще... Мне вообще все равно, кто как. Получает удовольствие. Это дело лично каждого. Но то, что он талантливый, это безусловно. Это бесспорно. Надежда Ивановна маленькая. Я вас чуть-чуть сниму сзади, не вы не прочь. Это смешно просто. Куда идем, непонятно вообще. Стоп. Приехали мы из магазина. Даже не смогла там ничего снять. Такое устроило меня. Сейчас слышите, плачет. Я уже сколько раз зарегалась не ездить с ним, потому что я могу с Вадиком ехать в магазин, только если с Романом вместе. Потому что Роман сильный, все. Обычно он любит по магазинам ходить, выбирать. Сегодня или по коду, я не знаю, что. Ну, в общем, это не важно. Детки наши, они с особенностями непредсказуемы. Взяла двух бабушек, чтобы прогулялись, все Влади проветриваются, поехали за покупками. Пять минут в магазине побыл нормальный. Потом все, у него резко какое-то смена настроения. Падает на пол, а уже с тяжелой, я его не могу. Надежда Ивановна маленькая, и моя мама вообще здоровье у нее плохое. Короче, я быстрее, быстрее купила чипсы, потому что он за чипсами начал орать. Я его не могу поднять, ничего не могу с ним сделать. Быстро их вывела в машину, посадила и пошла сама делать покупки. Представляете, какие-то дурдом. Сейчас покажу, что купила. Купила я совсем немного, вода всегда. Манго. Попробовать, не знаю, что вкусный будет, там написано Шарон. Этот, боже, как и по-немецки, как по-русски. Хормак. Чернику опять купила, это всегда у меня в холодильнике. На салат купила, вот, салат, огурец, помидоры. Это на стол салат, чабату на стол. Напитки на стол, чем пьет, кока-колу. Это Владику мясо, вот такое, две упаковки уже резаные. И буду делать, запекать свиные стейки, вот такие вот, из ошейка. И картофель. Ну, картофель уже Надежде Ивановне отдала, она почистит, поможет мне. Так, и вот алкоголь. Это мне, я вот люблю вот такое просекко. Экстра драй, вообще сумасшедший просто, я обожаю. Я в последнее время вообще все-все люблю сухое. Блюд очень люблю, экстра драй. Вот такое просекко я себе позволяю и опью. Это на стол. Рома у нас шампанское, такое тоже сухое пьет. Это на обществу. В общем, вот такой вот вообще маленькая-маленькая закупка. Ленка мне купила шоколадку. Я говорю, Лен, я не ем молочный шоколад. Говорю, это зло. Она говорит, Лена, там внутри ликер. Там, где ликер, зла быть не может. Ладно, бахну сейчас. Сейчас бахну. Аперитивчик. Это такой будет аперитивчик перед ужином. Уже занял мясо. Ладно, я просто. Ладно, я очень вкусно. Пишет, ладно, дед. За столом кушает слабонечкой. Вас можно чуть-чуть снять? Люди переживают. Может, я вас ждем престарелых сдала. Нет, я не переживаю, что я не накрашиваю. А что ты переживаешь? А потому что ты меня просто с кровати начинаешь снимать. Я не могу у тебя снять с кровати с утра, потому что мы спим в разных квартирах. Я что-то опять поздно поставила, да? Сварилась уже, иди в толки. Ничего, она не сварилась. Кушай, сынок. Правильно, что упало, то не видно. Все, вот так вот, скромненько. Мясо, хлеб, понятное дело. Салат. Рома, картофель еще толчет. Все, больше ничего не будет. Салат, картофель, и все. Картофель, вот он. Вот он толчет. Прекрасно толчет. Как-то вот потом, нельзя было снимать то, что было потом. Не, я шучу. Все было прилично. Просто я позволила себе, Владик ночевал. Владимира Ивановна, а я Владимира Ивановна, сказал, мы трошки стромой выпили. Посмеялись, и все, без фанатизма. Без фанатизма, без похмелья утром. Если не свежая, часто, как майская роза. Все, уже вернулась домой, варю кофе. Уже разбираю посуду из посудомойки после вчерашнего ужина совместного. Все, вернулась в дела, в семью. Начинаю ответственно, вступаю в ответственное материнство сегодня. Это я в отражении. Сыну еду. Стандартная еда. Стандартная. Опять вернулся он и к рису, и к подливке. Представляете? Опять все то же самое. Чу немецкий. Ничего не снималось сегодня. Уже полдня прошло. Убирала. Тирала. Занималась домашними делами. Сейчас с вами немецкий, а сегодня вечером репетитор. Приходится в наушниках, потому что из-за Владика песен вообще ничего не слышу. А здесь у меня еще и в таких экстремальных условиях учусь. Видите? Нужен мне, в общем, стол. Очень срочно мне нужен стол. Все, цель поставлена. Теперь нужен стол. Я опять сегодня делала чай. Ой, как я громко открыла. Че дело у меня? Манго еще вот есть. Я чернику тоже буду добавлять. И сегодня я еще, знаете, что добавлю? Я вам показывала, что я покупала. Сейчас покажу, я где-где-где-где. Вот. Я покупала вот такую гранолу. И сегодня я еще в этот десерт добавлю гранолу. Тоже вам рекомендую. Будет такой даже не просто будет. Что ты хочешь, чувач? Бери, иди орешки, да. Раскрывай. Раскрывай. Кушай. Иди, да. Давай, мама сделает пока десерт. В общем, будет такой прям как чуть ли не тортик даже, можно сказать, йогуртовый. Видите, как и в прошлый раз, только вот в этот слой я еще вот сюда еще гранолки добавила. Там можно компоновать как хотите. Что у вас есть? Любая фантазия. Можете больше сделать гранолы, меньше йогурта. Если хотите более такой, ну такой потяжелее вкус. Более легкий. Вот я себе здесь в основном йогурт. Такими йогуртами. Если, в общем, слои делать, можно какие угодно. Так что я вот такое, я люблю больше вот такое. А Владик, сегодня десерт это будет мне. А бабушкам сегодня десерт не останется, потому что все остальное, весь остальной йогурт Владик забрал и захотел кушать просто так. Чео с йогуртом без ягод. Так что все. Сидим в темноте. Владислав трескает йогурт прям из миски. Не разрешает мне включать свет, да, Владик? А я буду кушать десерт. И я сейчас пока перерывы у меня смотрю передачи Удружения на ослеп. Старые передачи. Я уже рассказывала, люблю иногда включить украинские шоу, реальность. И я такое впечатление... Владислав, как будто и войны нет, и как будто я не уезжала никуда. Все замучила, значит, совесть есть. Да, я очень хотела. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова